Это самая высокая наша городская награда. Спасибо. Присаживайся. Оксане Рубаняк вручают самую высокую награду города. Отличие за честь и отвагу. Девушка уже третью неделю восстанавливается после тяжелого ранения. Я чувствую себя уже лучше. Сейчас мне нужен покой, чтобы восстановилась после травмы головы, которая произошла там. И все зажило. Ей непросто, но она большая молодец. Патриот, которая пошла добровольно служить и сейчас защищает Украину в Донецкой области. Она уже не в первый раз ранена. В первый раз она была намного легче ранена. Оксане всего 20 и она студентка. На фронте с первых месяцев большой войны служит пулеметчицей в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Ксена, такое ее позывной, единственная женщина в своем пулеметном взводе. Ранение получила недалеко от Углидара во время артиллерийского обстрела. Ой, спина печет очень. Где печет? Здесь. Ничего страшного, там небольшой осколок. Когда эвакуировали, ничего не видела пару часов. Потом уже лучше видела. Но все равно было плохое зрение, потому что осколок задел затылок. И, соответственно, там находилась часть мозга, которая отвечает за зрение. Я сказала, что хочу видеть. Зрение практически восстановилось. Понимаю, что Бог оберегал, потому что могло быть все значительно хуже. С поля боя защитницу эвакуировали сначала в Днепр, потом во Львов. Сейчас она долечивается в одной из больниц в родном Ивано-Франковске. Меня прооперировали, вытащили осколки. Еще два во мне. Но ожидаю, что со временем их тоже достанут. Миновзрывная травма 13 марта этого года. Огнестрельные скотчные ранения головы, спины, грудной клетки. Вдавленный перелом затылочной кости. Ушиб головного мозга второй степени. Впереди Ксену ждет длительный курс лечения и реабилитации. Но затем она планирует снова вернуться на передовую. К побратимам.